Наверное, их успокаивало, если угодно, содержание публичных выступлений Надеждина, потому что, ну вот смотрите, очень многие наблюдатели, особенно, кстати, в Украине, стали детально анализировать выступления Надеждина. Вот смотрите, тут он такой же имперец, как и Путин, он тоже не хочет решать реальные проблемы, которые существуют в отношениях между Украиной и Россией, он не собирается ни войска выводить, ни оккупированные территории отдавать, бла-бла-бла-бла-бла-бла. На самом деле выяснилось, что весь анализ был, что называется, мимо денег, потому что люди, выстраивавшиеся в очередях вот этим самым участком по сбору подписей, им было, судя по всему, совершенно наплевать на то, что Надеждин говорит. Они хотели просто достать фигу из кармана, образно говоря, и показать ее власти. Вот мы идем и голосуем за кого угодно, не важно, что он там говорит. Так получается, да? Ну, не совсем, Евгений, все-таки важно, что он, как и Дунцова до этого обозначили, значит, то, что они и против Путина, и против СВО в гораздо большей степени, чем все остальные кандидаты, да, из тех, которые есть. Ну, то есть, понятно, что Надеждин гораздо меньше антипутинец, чем там Навальный, например, да, но точно гораздо больше, чем там Слуцкий или Харитонов, например, да, и поэтому вот сначала из всего спектра выдвинувшихся, там, Дунцова была идентифицирована как самый такой антисистемный кандидат. После того, как Дунцову устранили, люди, так, какое-то время, на это ушло, там, ну, недели две где-то, наверное, может, даже три, они были растеряны, озирались по сторонам, а потом идентифицировали в качестве такового Надеждина. Очень сильно тут, конечно, помогли, вот это, я говорю, Кремль недооценил потенциал этой истории, помогли оппозиционеры, которые за рубежом, лидеры российской оппозиции, от Каца до Навального, Ходорковского и так далее, всех тех, кто вдруг к ужасу Кремля, так сказать, призвали поддержать Надеждину. И их сторонники пошли сдавать подписи за Надеждина и, соответственно, создали вот эту волну, да, к которой начали присоединяться все колеблющиеся, потому что, так сказать, застоялись, да, помните, свадьбу в Малиновке, они засидели с тех лобцев в седлах, вот, ну, вот, явно засиделись, так сказать, застоялись, и очень хотелось какого-то политического действия, хотелось почувствовать локоть товарища, так сказать, убедиться в том, что я не один, что нас много, вот, и поэтому, конечно, важно было, что Надеждин против СВО, вот, а то те претензии, о которых вы говорите, которые предъявляли наиболее радикальные российские оппозиционеры и украинцы, они, как бы, с одной стороны, объяснимы, понятны и с моральной точки зрения даже оправданы, а вот с политтехнологической точки зрения, нет, как раз такие, вот, не очень профессиональные рассуждения, в том смысле, что именно вот эта умеренность Надеждина, которая говорит, да, я против СВО, но это не значит, что я там завтра же там сразу выведу все наши войска, нет, будут переговоры, да, я против Путина, но я не собираюсь отправлять его в ГАГу, я отправлю его на пенсию, вот эта вот умеренность Надеждина, она как раз и открыла, прям, вот, знаете, ворота, в направлении сердец основной массы российских избирателей, потому что они готовы уже к умеренной, так сказать, критике, но к радикальным призывам к революции они не готовы, да, и они как раз в значительной степени долгое время были, вот, их лояльность такая вынужденная обеспечивалась как раз в значительной степени тем, что они не видели других вариантов, кроме двух крайностей, ну, либо Путин, значит, вот со всем сопутствующим злом, и, либо, значит, там, условный Навальный с революцией, да, и люди боятся революции, они ее не хотят, и, подобно, значит, шекспирскому Гамлету, они, вот, смиряются, так сказать, с существующим злом, да, чем к Бексон, к незнакомому стремиться, и тут Надеждин вдруг появился и продемонстрировал, что, возможно, третий вариант, что, возможно, перемены без революции, можно перемены не радикальные организовать, да, и он очень толковый, он очень хороший оратор, и, ну, в принципе, очень четко мыслит логично, да, он начал это описывать, как он это будет делать, я, знаете, вот, Евгений, вот, ей-богу, я его слушал, я, я вообще, в принципе, знаете, вот, я, я люблю читать, и я крайне редко слушаю кого-нибудь, да, интервью я редко слушаю, но Надеждин, я несколько больших его интервью прям прослушал, вот, просто получаю буквально удовольствие эстетическое, потому что я понимал, насколько вот, вот, каждое его слово, каждый, там, его выбор, так сказать, ведут к тому, чтобы, там, все больше и больше число избирателей цеплять, да, то есть, он, когда, когда Навальный говорит, там, ну, условный Навальный, да, там, значит, говорит, что, там, Путина в ГАГу, значит, избиратель понимает, что Путин в ГАГу не захочет, и будет сопротивляться отчаянно, и, значит, будет, ну, какая-то гражданская война, там, да, и человеку страшно, вот, и поддержать Навального, это, значит, подписаться под гражданской войной, как бы, да, а когда человек говорит, вы что, мы Путина на пенсию отправим с почетом, там, так сказать, какая ГАГа, забудьте, когда он говорит, что, вы представляете, вот, я пришел, стал президентом, и у меня, там, значит, Шойгу с генералами своими, со всеми, да, и они действуют в определенной парадигме, и тут такой приходит к ним надежды, и говорит, мужики, а теперь все бросаем, все неправильно, разворачиваемся в обратную сторону, как они, говорит, себя поведут, может, как он, у Пригожина будет, я же должен об этом думать, он говорит, поэтому не будет никакого разворота, будет остановка, да, пока первый шаг, значит, соглашение о прекращении огня, потом переходим к переговорам, долгим трудным переговорам, и человек это слушает, и он понимает, что, ну, у надежды, там, как бы, просчитано уже все, да, то есть он предусмотрел риски, там, условно говоря, риски мятежа военного, там, да, заговор генералов, там, вот, и человек прямо вот это слушает, ему как бальзам надо еще, понимаете, что вот, наконец-то, кто-то, кто не шашкой машет, да, а пытается, вот, учесть его среднероссийского обывателя потребность, вот, в обеспечении перемен без потрясений, и поэтому я, значит, уверенно прогнозировал, что, почему я и говорил, что они его не допустят, потому что, вот, при такой кампании он реально набирал бы по 7-8 процентов в неделю легко, до 10 процентов, вот, прям, вообще гадалки не ходи, да, и таким образом он бы дорос, ну, по моим оценкам, процентов не до 50, ну, где-то до 45, вот 40-45 он бы набрал в течение, прям, буквально, там, ну, условно говоря, месяца, да. Ну, вот у меня, я не знаю, обратили вы внимание, есть такой проект «Будущее России», где с помощью, там, анализа, ну, больших объемов данных о трафике интернета, социологи пришли к выводу, что за Надеждина накануне отказа в регистрации было примерно 30 процентов готово проголосовать. Да, я об этом писал. Поскольку это голосование в интернете, я сказал, что, наверное, ну, то есть, абсолютная цифра преувеличенная, то есть, не интернет-аудитория там не учтена, она в России есть, но с учетом вот складывающегося контекста, вот, почти 100 процентов, я абсолютно уверен, была бы стопроцентная буквально явка в оппозиционной среде, если бы Надеждин был зарегистрирован, и, наоборот, минимальная была бы явка в лояльной среде. То есть, в пересчете на явку, значит, эти 30 процентов, ну, не сильное преувеличение. Плюс даже не абсолютные цифры важны. Вот динамика прироста по, там, условно говоря, 10 процентов в неделю, который показывал этот проект, вот, это абсолютно реалистичная штука, да. То есть, у Надеждина вот просто выйти на 40-45 процентов получалось в течение месяца прям легко, ничего сверхъестественного не требовалось даже каких-то сверхъестественных усилий. Не, ну, пришлось бы работать, конечно. Ну, значит, ну, штаб у него, как там, есть, конечно, проблемы, наверное, да, не бывает без этого. Ну, более-менее нормально работает. Вот. И вот он бы вышел на 40-45 легко, потом бы началось замедление роста до какого-то момента, но ему бы слегка это хватило, чтобы не позволить Путину победить в первом туре, потому что все это сопровождалось бы падением рейтинга Путина. Вот тут самое главное, самое важное, надо понимать, что сам факт того, что антивоенная кандидация появилась в бюллетене, сам факт того, что его пустили в качестве кандидата на, значит, на первый канал, условно говоря, в телевизор, и он говорит то, что он говорит, гораздо более радикально, чем то, что он говорил раньше. Ну, и плюс он говорит уже в качестве кандидата, понимаете, это совсем другое внимание к его словам. И это все, ну, не позволило бы путинскому ядру идентифицировать Путина вообще как своего любимого героя. То есть они бы сказали, господи, так это же не Путин, это Горбачев. Ну, то есть у нас какая-то перестройка началась, у нас гласность. Ну, то есть человек явно, исходя из того, что до сих пор Путин и вся пропаганда говорили, значит, этот человек, Надежда, должен сесть в тюрьме, а он вместо этого в бюллетене и в телевизоре. Да, значит, ну все, Путин спекся. Ну, то есть это уже не тот Путин, на которого мы молились когда-то. Это уже, то ли он под либералов прогнулся, под американцев, то ли прав профессор Соловей, он уже умирает, какой-то двойник уже вместо него там смутит. Но это ненормально. Сам факт того, что Надеждин вот с тем, что он говорит, что он говорит, что СВО это плохо, что с окружающим миром не надо враждовать, что нет никаких оснований там воевать, никаких угроз там от НАТО нету там и так далее. Ну, то есть он опровергает вообще всю ту конструкцию, на которой стоит вся эта российская, значит, на власти. И то, что он не в тюрьме, а в телевизоре, вот само по себе уже убило бы просто явку в этой лояльной среде. Путинский рейтинг падал бы примерно такими же, ну не совсем такими темпами, как Розда Надеждин, но тоже, знаете, по нескольких процентов в неделю терял бы. Прям вообще вот, причем чем дальше, тем больше, по мере приближения к выборам. Ну, то есть владел бы повесткой не Путин, а Надеждин. Все бы ждали, что скажет Надеждин. Значит, все бы ждали выхода газеты Надеждина. На послание Путина Федеральному собранию никто бы уже не обратил внимания. В этом проблема Путина, он, ну, изверишься в Алтыни, как говорят, не поверит в рубле. Он за 25 лет столько всего наговорил уже людям, что они даже лоялисты, в принципе, ну, к его словам относятся со скеписом, они смотрят на дела. А дел никаких там блестящих не видно. Ни на фронте там ничего выдающегося, ни в экономике, да. Посмотрите на повестку там. То города замерзают, то цены растут, значит, то Белгород бомбят. Ну, как-то вот все от одного, значит, одной плохой новости к другой плохой новости качуем. И подождите, подождите. А смотрите, какое замечательное интервью. Интервью? Это опять слова. Такеру Карлсону. Мы об этом отдельно сейчас поговорим, да. Я только прежде хочу попросить наших зрителей, смотрите, как интересно рассказывает о логике решения не зарегистрировать Бориса Надеждина мой собеседник Абаз Галямов. Интересно, правда? Я так точно себе ставлю лайк и вас призываю тоже. Поставьте лайк под этим видео. А если не подписаны на канал, то подпишитесь. Вот вы вспомнили Горбачева Абаз. Я вот, слушая вас, тоже подумал, что ведь на самом деле тогда вот давным-давно, во второй половине 80-х, когда Горбачев только-только появился и сразу мы всплеснули руками, мы тогда, которые были на 30 лишним лет моложе, чем сейчас, и гораздо горячее были, да. Мы сначала обрадовались, что появился вот молодой, говорит без бумажки умеет, энергичный такой, да, обещает перемены. А потом разочаровались довольно быстро. Ничего не происходит в стране, да. И только потом, когда стали поумнее, поопытнее, поняли, что сначала нужно было потихонечку один за другим повышебать из политбюро вот этих вот кремлевских геронтократов, которые могли ополчиться на него, если бы он начал сразу какие-то революционные перемены производить. Обладеть ситуацией, консолидировать власти только, может быть, на третий год. Ведь когда ведь, только на третий год его правления, в 87-м начались действительно радикальные какие-то реформы. А первые два, два с половиной года, в общем, ничего такого революционного не происходило. Настоящая революция началась даже позже, в 88-89. Ну, где-то что-то менялось, но ощущение того, что вот пошла лавина перемен, наступило, наверное, к середине 88-го, в начале 89-го года. Вот как-то так, да. Это я говорю к тому, что умеренность лозунгов господина Надеждина не должна была обманывать. Я думаю, что вот, когда принималось решение его не регистрировать, то где-то там в каких-то кремлевских кабинетах или кабинетах на Старой площади, где сидит администрация президента, примерно такая же аргументация высказывалась, которую вот озвучил сейчас мой собеседник. Я когда с украинцами разговаривал на украинских телеканалах, мне несколько раз вот говорили, когда я защищал Надеждина, да, вот предъявляли претензии, ну вот в том духе, о котором вы чуть-чуть выше озвучили, что, дескать, вот он не собирается все вернуть, там, про границу 91-го года не говорит, и чем он такой же имперец, как и Путин, дескать. Вот, и я им говорил, что политика – это искусство возможного. Если Надеждин будет говорить то, что хотите вы, ну, он просто сядет и будет сидеть в соседней камере с Навальным. У нас будет на одного политизака больше, а вся движуха закончится. Вот, поэтому вот учитывая то, что возможности говорить вещи, идущие в разрез софициальной идеологии в России, мягко скажем, не безграничны, надо уметь в какой-то момент удовлетвориться малым. Вот, и я сказал им, что, поверьте, Надеждин прагматик, и когда начнутся переговоры, о которых он говорит, если он увидит, вот они говорят, вот он там хочет референдумы, я говорю, ну так Путин уже и референдумов не хочет, понимаете? Путин уже все, записал эти территории в, значит, в Российскую Конституцию, считает их своими и не собирается отдавать. А Надеждин хотя бы собирается там провести еще референдумы. То есть он как минимум ставит под вопрос законность, ну, вернее, правдивость тех референдумов формальных, которые там когда-то провел Путин. То есть разве вам этого мало? То есть это же огромный шаг вперед по сравнению с тем, что говорит Путин. А вы говорите, он такой же, как Путин. Он готов еще раз в новых условиях, под наблюдением, с участием международных наблюдателей, без административного давления, так сказать, да, еще раз провести референдум. Это уже огромный шаг вперед. И плюс, я говорю, ну, Надеждин, он же прагматик, это же видно. Вот, он не ялист. И если он увидит, что большинство этих населений, этих территорий, причем он же готов там, значит, организовать подсчет, учет мнения людей, которые там на этих территориях жили и бежали, когда Россия там их захватывала. То есть большинстве своем это проукраинские настроенные бежали. Он говорит, надо учесть каким-то образом их мнение. Вот, то есть он заведомо уже, в принципе, в условия референдума закладывает сам специально, с собственными усилиями, мнение людей, которые, значит, бежали от российской оккупации. И когда он увидит мнение, что большинство выступает за, значит, за то, чтобы эти территории вошли в состав России, ну, ой, и Украины, он, ну, точно вот как прагматик, он не будет за это держаться. Особенно, если на другом хану-то, на другой чаше весов отмена санкций, значит, возможности, ну, вот опять начать там интегрироваться в мировое сообщество, прекратить быть изгоями, парями. Я говорю, вы увидите, вы не узнаете надежды. Не надо просто от него требовать слишком много вот здесь и сейчас, и она, а курочка по зернышку клюет. Вот прям, вот вы с Горбачевым это сравнили, я вот ровно вот то же самое им это и говорил. Не знаю, удалось мне это они донести или нет, ну, во всяком случае, моя логика полностью совпадала с вашей. Ну, хорошо, а что дальше-то? Вот теперь его не зарегистрировали все, как говорится, окончен балл, погасли свечи. Ну, знаете, то, что он сказал, мне кажется очень логичным. Он сказал, что я буду готовиться к думским выборам. Путин до конца следующего срока не досидит. Досидит, не досидит, на самом деле, надо смотреть, но настрой надежды правильный. Ну, то есть именно такой настрой должен быть и политика. И он говорит, принципиально важным это парламент. То есть на этапе транзита от одного, потерявшего всякую легитимность, вот надо понимать, что после этих выборов легитимность у Путина будет стомать на обе ноги. А в России ведь как всегда бывало, в момент, когда, значит, рушится, не только в России, вот везде, в момент революции, когда рушится власть автократа, в первую очередь ее захватывают коллегиальные органы, значит, коллегиальные органы, которые, ну, вот органы представительные, да, обеспечивают представительство интересов избирателей после революции февральской 17-го года. Кому власть перешла? К временному правительству, а кто его формировал? Временный комитет Государственной Думы, вот. Одновременно Петросовет, тоже коллегиальный орган возник. Вот, поэтому в момент, значит, когда Путин, его легитимность после этих выборов будет сомать на обе ноги, значит, такой нелегитимный президент и сильные протестные настроения, ну, в общем-то, новая Государственная Дума на этапе, вот, когда все начнет обрушаться, да, она, ее роль резко возрастет. И поэтому пройти в эту Государственную Думу, значит, ну, это действительно крайне важная задача. Проще говоря, Евгений, вот, когда ты наскоку крепость не смог взять, ну, что надо делать? Надо косаду организовывать длительную, планомерную. Вот, и Надеждин об этом говорит. Для того, чтобы пройти в Госдуму, мне надо быть зарегистрированным на выборах в Госдуму. Моя партия, ну, он сказал, что он будет действовать с Нечаевым, который его сейчас выдвинул, да. Для этого, чтобы снова не быть зарубленной по подписям, сейчас нам надо, значит, в региональный парламент избраться. Вот будут проходить выборы в сентябре, значит, создать свои фракции в нескольких региональных парламентах. Тогда эта партия становится парламентской, и ей уже не нужно собирать подписи для того, чтобы выдвинуться на выборах в Государственную Думу. Вот, и, соответственно, вот сейчас моя там задача минимум, ближайшая задача, это вот эти выборы, которые состоятся через чуть больше, чем через полгода, выборы в регионах. У него есть все вообще возможности выбрать, там, не знаю, 3-4, ну, ресурсы надо посмотреть, сколько ресурсов у него будет. 3-4-5 регионов максимум, значит, с самыми сильными протестными настроениями, выборы в горсоветы, выборы в региональные законодательные собрания, и, значит, выдвинуть там сильные списки, самому провести все лето там в полях, ездя по этим регионам, агитируя, вот, и с учетом вот этих, вот эти очереди мы видели и так далее, значит, он, ну, реально имеет все шансы добиться прохождения в региональные парламенты. Ну, то есть, если совсем уже, там, по беспределу не начнут, там, не посадят его, проще говоря, да? Или сесть в тюрьму. Пока он готов рисковать, видите, вот, ну, я думаю, я чувствую, вот, его, он тоже застоялся, засиделся, то есть, у него потенциал гораздо больше, чем вот то, что при Путине он мог реализовать, да, когда ему максимум что дозволялось отходить в телевизор, да, там, где на него орали, там, психи всякие. И поэтому вот он уже сейчас, я думаю, как бы он уже не принадлежит себе, да, он уже принадлежит истории, вот. И амбициозные люди, а он, безусловно, человек амбициозный, амбициозные люди в таких ситуациях, ну, бывают, значит, упертыми. Поэтому пока он, ну, я исхожу из того, что пока он не сдался, да, и собирается бороться дальше. И поэтому он, значит, ну, тот план, который он озвучил до настоящего момента, мне в нем все нравится. Единственное, что, может быть, я бы предпочел, чтобы он присоединился к партийному проекту Дунцова, и чтобы они на двоих, вот как два сопредседателя, значит, ну, я вижу вот чисто так с точки зрения пиара, да, вот потенциала больше в этой истории, да, чем в союзе с Нечаевым. Но это не принципиально на самом деле, и с Нечаевым тоже можно как-то говорить. Вот, как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok